Утро моё, как всегда, начинается с прогулки, и не могу вам просто не показать эту красоту. Сегодня такой пошёл снег, если вчера он был мокрый, то сегодня такой, знаете, такой настоящий-настоящий. При том, что трава ещё кругом везде зелёная, но при этом уже такой, знаете, тихий, спокойный, без ветра. Это вообще красота, просто любуюсь. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас, как всегда, новый день, новый влог, утро, и утром я сегодня получила массу чудесных эмоций. Знаете, я не знаю, почему, в течение зимы снег обычно надоедает, но в начале зимы, когда вот он только первый-первый выпадает, он вызывает какие-то такие положительные эмоции. Так как-то, знаете, вроде бы снег, холодно, а внутри уютно, душевно. Что-то как-то, в общем, сегодня меня на романтику потянуло. Отходило сегодня, как всегда, положенный час. Под снегом это было вдвойне приятно, что это не дождь, а снег. Всё-таки это, согласитесь, абсолютно разные вещи. От снега ты так не промокаешь, как от дождя. Ну и сейчас вот с утра либо чай, либо кофе, либо кофе, либо чай. Знаю, всё-таки кофе сегодня. Кофе уже открыла следующий пакет. То у меня был со вкусом. А это просто кофе свежеобжаренный. Здесь мелкий помол. Это север чай торг. Можно на зоне их найти, посмотреть. Потому что у меня потом всегда спрашивается, Лена, где, что ты берёшь. Я вам говорю, чтобы не писать потом вот это всё в комментариях. Вот он, видите, меленький какой-то. Ну, наливаем водичку. Это, конечно, не настоящая кофемашина. Я имею в виду в том плане, что под давлением здесь кофе не варится. Но, знаете, вот я сейчас пришла, мне нужно ещё сходить, сделать всякие свои дела. И пока я эти дела делала, у меня кофе варится. Так, всё, машинка у меня уже давно пропищала. Я пока тут своими делами позанимаешься. Про всё забудешь. Вот это большой плюс этой машины, знаете, когда обычная машина на раз налила, и там уже ты не подождёшь. А здесь, ну и, во-первых, порции, конечно. Так, у меня на сегодня там должен был остаться тортик. Внимание! Тортик есть! Ура! Боже, какое счастье! Слушайте, вообще, ещё раз говорю, обалденно. Не то, что там я хвалю вкус Вьюц, но там, конечно, бешеные. Да, в принципе, они сейчас вообще везде бешеные. Но тортик действительно реально вкусный. Дело в том, что сейчас вот так вот по стоимости, если ты берёшь дешёвые продукты, знаете, там масло иногда бывает или ещё что-то, то ты далеко не уверен в качестве. Да, ты вроде бы там в цене выиграл, но при этом проиграл в качестве продукта. Это не всегда бывает и не со всеми продуктами. Допустим, макароны. Всех валят итальянские. Я понимаю, что это страна номер один по производству, наверное, макарон. Потребление особенно макарон, потому что они большие любители. Я, наверное, в прошлой жизни в Италии жила, потому что тоже очень люблю макароны. Ну, допустим, наши Макфа или наши Шебекинские макароны, я считаю лично для себя, что, ну, не особенно они уступают в качестве. Их тоже делают неплохо. Но если брать какие-нибудь там продукты типа масла, да, то понятно, что это будет, скорее всего, какой-нибудь спред. Хотя кто помнит ещё это время? Сейчас часто в одной социальной сети, типа, дети, которые выжили в 90-е, которые там ели этот варгуталин или как он там назывался. В общем, как вы сейчас там лечитесь или что-то такое. Ну, в общем, помните рама? Я думаю, что многие мои ровесники и старше помнят. Появился первый маргарин рама. И все скинулись его покупать, потому что это было такое мягкое масло. Ну, в нашем понимании, на самом деле, конечно, это был маргарин. Но его было очень легко намазывать на хлеб. И его покупали абсолютно все. У всех моих друзей дома обязательно, в обязательном порядке. И вообще, раньше такие у нас были посиделки с одноклассниками у кого-нибудь дома. Потому что жили мы на Сахалине, холодно зимой. Ну, я про зиму говорю. И обычно после школы, знаете, идёшь, идёшь к кому-нибудь домой. А кому-нибудь обычно у нас, у нашей подружки Иринки, у неё всегда родители работали, дома никого не было. И, ну, мы к ней с Наташей. У нас как-то периодически дома был. То у меня кто-то, то у Наташи кто-то. Ну, иногда к Наташе, но иногда ко мне, когда... Ну, в общем, это было на самом деле счастье, когда родителей нет дома. Ты приходишь и делаешь всё, что угодно, что мы там только не делали дома. Ну, якобы делали уроки, всё вместе собирались. Это основная была отмазка. Ну, ясное дело, что веселились, потому что это молодость. И слава Богу, что она есть, и была эта возможность. И я вспоминаю это время с удовольствием. Именно после школы, когда вот такая холодильная. Вместе пришли, разделись, попили вот этот чай, намазали вот эти вот бутерброды. Колбасы как-то у нас... Это в Москве колбаса была, а у нас колбасы не было. И сыр я даже тоже не припомню. Но у нас всегда было масло и рыба. Вот это у нас всегда было. Ну, кстати, сыр что-то я вспомнить не могу. Может быть, он и был. Но мне кажется, вот плавленый, да, а обычный что-то я не припомню дома. Ну, а вот все остальные продукты... Мы недавно тоже вспоминали это время с Оксаной, что когда вот этот был экономический кризис, и с продуктами тоже был кризис, и вот некоторые наши друзья говорят, что прям вообще очень тяжело выживали, то сахалина это как-то не сильно коснулось, потому что у нас были продуктовые запасы, потому что это все завозится же обычно на сезон. И, ну, были продукты по талонам, но так, чтобы вообще ничего нельзя было достать, было все. И тушенка была, и сгущенка была, и, ну, в общем, все продукты можно было купить, постоять в очереди, да, ну, купить. Ну, как-то вот таких проблем. Плюс еще Оксана пошла тогда работать в магазин, и привезли детское питание, такие красные банки с таким пухлым малышом. Это было сухое молоко, и оно было сладенькое. И я вам уже рассказывала, я тогда даже не знала вообще, ну, что это такое детская смесь, что там как-то вскармливают вот такой детской смесью, и мы ложками сидели, как десерт ели. Это сухое молоко. Кто еще так делал, напишите. Так, ну, а я завтракаю и на работу. Так, ладно, сегодня другой у меня головной убор. Заехала Оксаночка. У Оксаночки все спрашивают, куда Оксаночка пропала? Ты выпустила лог? Нет, я сегодня его начала снимать, обязательно выпущу. Что такое, ты на неделю пропала? Как ты могла, куда делась? Я на неделю пропала, потому что у меня... Работа. Нет, не то, что работа. Как-то у каждого человека бывает периоды, допустим, ну, как-то, не то, что я не хочу сказать, что это у меня осенняя хандра, но вот хочется, знаешь, пойти домой. Расслабиться. Показ готовишь, да, и у меня есть такой волшебный турецкий плед, и если ты под него как бы укрыл фильм, то ты все, ничего уже не можешь делать, тебе неохота вставать. Ты включаешь сериал, начинаешь смотреть, ну, на самом деле затянул сериал на три дня. Ну, короче, много было причин, по которым я и не снимала. Но я сегодня начала снимать, потому что люди тоже написали, они беспокойные. Да, куда делась, куда делась? Да, спасибо большое, потому что мне очень приятно. Не, ну, я также занимаюсь танцами, я все делаю, но единственное, чтобы я не стала ходить, потому что утром холодно, не могу себя заставить выйти на такой момент. Да холодно, согласно с тобой. И я вот людям сказала сейчас, раз ты снимаешь, что вот это 72 тысячи, ты говоришь, фитнеса, да, второй у нас филиал в Зеленограде открылся. Ну, блин, ну, нереальная цена, 72 тысячи, ну, блин. Нет, ну, с одной стороны, дорого, ну, это не с одной стороны, это дорого, но просто, видите, у них сразу-то всю сумму. То есть я готова, допустим, платить 6 тысяч в месяц, но сразу 72 тысячи отдать за год, потому что, как всегда, ты там два месяца ходишь, потом у тебя что-нибудь, не дай бог, случается. Ну, в общем, у нас так всегда. Я покупала в своей жизни, наверное, 5 или 6 абонементов на год. И максимум, что я ходила из всех этих абонементов, месяц-два, наверное, и все. И так вот постоянно бывает уже, знаете, такой горький опыт. С одной стороны, с другой стороны, вот эта территория фитнеса, он, конечно, очень классный, там очень большой бассейн, там огромное количество тренажеров. Мне очень хочется, но цена, да, цена полица, не знаю, тоже. Ну, у Кристины, она, у них район Новый Люберцы, метро Некрасовка, и, ну, там соединение с Некрасов, с Москвой, и сразу у них огромный фитнес, огромный. Чего-то я все-таки так ощущаю, что кто-то живет своей жизнью сзади, хотя там никого нет. И у них, вот Кристи, допустим, очень удобно сделано. Она приехала, она 24 на 7 работает, 24 часа в сутки. И она, когда приезжала летом, она покупала на 3 месяца абонемент. Вот это очень удобно. Да, очень удобно. И, допустим, мама, она тоже хочет ходить. Она говорит, я бы тоже, может быть, мне понравится, может быть, нет. Может, пойдет, может, нет, тоже возраст. Но я слышала, что у нас в 9-м районе открылся новый фок, тоже с огромным бассейном. Но он далеко от нас. Я слышала. Ну, хочется, чтобы реально... Ну, потому что я для себя тоже, ну, как, не хочется бездумно деньги вкладывать, потому что деньги не маленькие. Я тоже для себя вот все рассчитываю и думаю. Вот я с утра, допустим, у меня всегда стандартно, без 10-7 я просыпаюсь, 10 минут мне на сборы, 15. Обычно там минут 10-8 я уже на стадионе и уже бегаю. То есть, по идее, я должна тогда идти в спортивный центр, в этот фитнес. То есть, это где-то еще минут 15 туда топать. Это где-то я там буду в лучшем случае без 28. Ну, где же я обязательно с утра? Пока переоденешься в 8. Ну, обычно я с утра занимаюсь. И то есть, час занимаюсь до 9. То есть, я не успеваю ни завтракать, ничего. Это все бегом-бегом и бегом на работу. Вот я просто для себя оцениваю, что... А если после обеда заниматься вечером, у меня тоже всегда дел по горло-то. У нас тоже же работа много на самом деле очень. Я еще хотела сказать, что вот я вчера не ходила на стадион, сегодня, а люди ходят. Ну, я ходила почти. Опять же, все это лень. Нет, ну, я вот эту вот теплую кофту, она, да, может быть, не особо красивая, но она очень-очень теплая. Я с утра не мерзну, я в ней бегаю. Ну, вот сегодня с капюшоном бегаю. У меня вчера все засрали мою шапку. Не шапку, а вот эту повязку все. А вот что мне носить? У меня шапка, мне шапки не идут. Кепка, в ней уже холодно, уже уши мерзнут на самом деле. Мне недавно, кстати, спросили возраст. Вот, прикинь, я была в кепке, девушка сидит на кассе, пробивала бутылку вина в субботу. И она такая, говорит, хоть посмотрите, что там под кепкой. Знаете как, у нас же сверху смотрит, хоть посмотрите, кто там. В общем, подумала, девушка, кашу. Ладно, ребят, поехали поработаем. С утра иду забирать свой заказ с Валбереса. Слава Богу, у нас это все близко. Кислородный отбеливатель у меня приму. Правда, я не знаю, когда я буду эти пастерушки все устраивать. Но, во всяком случае, нужно его забрать. У нас теперь кругом одни пункты выдачи. Валберес, Озон. Все на свете. Здравствуйте, есть кто? Здравствуйте, у нас все равно принесли. Вот у меня штрих-код. Получила мой отбеливатель. Потом будем с вами открывать коробу. После работы с Оксаной заехали в столицу. Мне просили поснимать ассортимент в курток зимних в спортмастере. Сейчас пойдем с вами померяем парочку курточек. Посмотрим. Мне интересно посмотреть модели. Мне интересно посмотреть цены. Потому что это все-таки сетевой магазин. Сейчас с вами все посмотрим. Сейчас посмотрим по ассортименту. Так, это осень. Тоненькие. Десять тысяч. Пальто. Ну, что-то какой-то такой цвет. Я бы на такой в жизни не посмотрела. Восемь тысяч. Вот эти тепленькие. Девять тысяч. Так, ну, давайте, наверное, возьмем просто какие-то. Мы с вами посмотрим, как они смотрятся. Ну, что, первую вот эту смотрим. Это 54 размер. Российский. Отвентур. Восемь тысяч стоит. Утепленная искусственная мпуха. Ну, семь девятьсот девяносто девять. Восемь. Таким образом смотрится. Показать. Сдалека. Это вот написано 54 размер. Что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, в общем, чтобы вы понимали. Восемь тысяч. Вот так. Идем дальше. В общем, следующий вариант. 23 тысячи. Полупальто женское. Но это коламбия, поэтому она дорогая. Здесь вот этот, мне сказали, утеплитель какой-то или что-то. В общем, не будет холодно у ней. Вот. Вот такой вариант мне нравится. Это размер XL. Ну, сразу понятно, да? Вот это вот Atventor 54. Это ерунда какая-то написана. Вот он, размер XL. И оно пальто свободно. Потому что это коламбия. А наши вот эти Atventor. Это какие-то непонятные лекала. В общем, пальто теплое. Здесь карманы очень удобно зимой будет. Есть капюшон. Капюшон не отстегивается, к сожалению. Но сразу же за счет длины, как вытягивается силуэт, хорошо смотрится. Ну и цена, конечно. Двадцать три тысячи. Немало. Но размер хороший. Ну и плюс теплая. Очень-очень теплая куртка. Следующий вариант. Тоже вот этот Atventor. Я взяла такая удлиненная куртка. Ну, знаете как, если ты на машине не видишь, то, конечно, куртка должна быть удлиненной. Размер здесь 50-52. Может быть, даже я у нее и не войду. Одиннадцать тысяч стоит. Утепленный искусственным пухом. Женский кремовый. Смотрим, как она смотрится. Внутри кулиска. Чтобы не поддувало. Вот смотрите. Я вам все показываю, как есть. Вот здесь на ценнике написано 50-52. Она мне спокойно застегнулась. Хорошо смотрится все. Вот здесь на ценнике 54. Она еле застегнулась. То есть, вот этот вот размер, он вообще, мне кажется, не показатель никакой. Великс L-46. То есть, вот эта 50-52. Она выглядит больше, чем вот эта вот 54 якобы. Ну, вот такой вот вариант. Издалека. С воротником. Мне кажется, очень-очень. Теплый вариант. Ну, я могу сказать, что мне она не очень нравится. Так, следующий вариант. Что-то такое розовое. Барби. Десять тысяч. Стоит тоже размер 50-52. Полиэстер. Полиэстер. Сделано в Китае. Ну, сейчас все сделано. Абсолютно все сделано в Китае. Когда про садовод пишите, имейте в виду. Просто есть в Китае фабричный. То есть, где большие фабрики, есть где маленькие фабрики. Померим. Ну, вот такой вот сразу, знаете, объемный вариант. Тоже 50-52. С кармашками. Очень-очень она теплая. Ну, мне не нравится, как сразу, знаете, ты увеличиваешься в объеме намного. А она как бы не двусторонняя. Она, мне кажется, как двусторонняя сделана. Что ее можно и с одной стороны, и с другой носить. Ну-ка, сейчас попробую переодеть. Вот этой вот лучше стороной смотрится. Все-таки, ну, не знаю, может быть, розовая более освежающая. Но когда вот на эту сторону, мне кажется, она смотрится поинтереснее. Объемная куртка. Вот так вот издалека. Ну, и здесь как украшение. Вот этот розовый замок и розовая часть. То есть, знаете, такая нетривиальная. Десять тысяч. Следующий вариант. Вот Колумбии. Вот эта тоненькая прям курточка. Это, знаете, как я наподобие маме такую дарила. 52-54. 15 тысяч. Ну, тут тоже Китай. Утеплитель, полиэстер. Нейлон вверх. Таким образом она сделана внутри. XXL. А, нет, это Вьетнам. Написано сделанного в Вьетнаме. Тоненькая. Вот таким образом смотрится. Я поняла, мне просто вот эта вот длина не особенно идет. Либо она должна быть выше, либо должна быть ниже. В общем, ну, она легкая. Ходить в ней будет очень удобно. Но 15 тысяч. И вот такой вариант. 18 тысяч. Мне вот такой вариант больше нравится. Вот эта покороче куртка. Вот эта подлиннее. Вот. Подлиннее мне гораздо лучше. Смотрится цвет. Бордовой. Стоимость. 18 тысяч. 52-54 колумбия. Вот эта тоненькая. Тоненькая курточка симпатичная. Смотрите, хорошо. И по размеру, кстати, хорошо. 52-54. Носить одно удовольствие. А это мой вариант куртки. Это Max & Spencer. Я вам уже говорила, это тоже пуховая куртка. Ну и, собственно говоря, длина такая же, как у этой. Ну и сниму вам вот. Вот эту модель мы с вами мерили. Вот эту модель мерили в темном цвете. Такие вот разные, разноцветные. Я их вообще терпеть не могу. Но 7 тысяч. Ну, я имею в виду, это чисто вот мое. Мне не особенно нравится. А Оксана что-то облюбовалась в светлую колумбию. Хочет взять. Вот. Мне надо вот такие вот утепленные. Сейчас будет брюки. Ты себе купила? А я не покупала. Но это что-то тоненькие, мне кажется. Сейчас на зиму уже прям холодно. Ну, как и легкая. Удлиненная. Вообще классно. Мне нравится. Мне еще вот эта понравилась короткая. Ну, Оксан, слушай, не знаю. Мне что-то как-то вот... Где-то она не села наверху. Вот здесь вот? Да. Просто, конечно, маловато? Нет, она не маловато, но мне кажется, просто можно... Ну, более интересный какой-то. Она красивая куртка, симпатичная, но может быть просто цвет какой-то. Я вот этот еще мерила цвет. Вот покажи розовый, как будет смотреться. Я же тебе помилла на видео. Ну, ты мне покажи, как будет. Они у тебя посмотрят, как всегда, скажут. А к Оксане не пойду. А к Оксане идите, а то Оксана сказала, совсем не будет видео снимать. В общем, все, с Оксаной купили. Ну, мне нужно было мыло. Я, кстати, сейчас покажу. Мыло, которое я постоянно покупаю. И мне оно очень-очень нравится. Мне в прошлый раз, я вам рассказывала, я над Андреем ржала. Я говорю, где-то такое мыло взяла. Как раз куда-то уезжала, мне надо было. Ну, мне понравился аромат. Но, говорит, это детское. Я говорю, точно детское? Точно. Я пошла в пятерочку, купила детское мыло. Там такой аромат, что им даже стирать невозможно. И потом я пошла. А оно это... Ушас... Подожди. Я не то купила. Тик-так. Оно тик-так детское. А это халшистыня. Блин, она опять не то купила. Ну, ладно, неважно. Разговариваем мы сейчас о чем. Я кидала сейчас в ленту модели, которые мерила. И в ленте увидела зеленоградские новости, что у нас в девятом районе сейчас во многих перекрестках открыли кафе при магазине. Это очень удобно. Ну, может, там же перекусить, сесть. И вот подростки лет 13, может быть, 12 устроили драку. Ну, то есть, как, получается, одни напали на других. Одни просто сидели на диванчиках, мерно ели. А вторые на них налетели. Я не знаю, какой-то явно, наверное, конфликт был. И начали дубасить их стульями. И никто, ну, понятно, полицию вызвали, но никто не влез в этот конфликт. А почему, вот я Оксане тоже говорю, если ты тронешь подростка, то у тебя будет ответственность, понимаете? Это как несовершеннолетний ребенок считается. И по идее, если, допустим, их собирается толпа, то ты вообще просто бессилен в отношении этих людей. Ну, то есть, это дети, да? И ты, как бы, вроде бы ребенку ничего не имеешь права сделать. И вот мне интересно ваше мнение, вот что в этом случае, допустим, делать. То есть, они реально брали стулья и по голове, вот тем, которые сидели на диване, их дубасили, те закрывались, укрывались. А женщина стояла и это снимала. В общем, я не знаю, как там эта ситуация была, но выложили все это они, соответственно, в сеть. И я знаю реально, когда мужчина, на него напали вот так вот шесть человек, и он оборонялся, он их всех раскидал, и его посадили. Посадили за превышение самообороны, понимаете? Потому что, ну, он занимался этими какими-то единоборствами, то есть, он с ними справился. Но, как бы, допустим, обычная женщина, мне кажется, ничего не сможет, да, сделать в отношении. Да и не только обычная женщина, а любой подросток. Ну, в общем. А мы сегодня, не, мы сегодня с Оксаной сейчас ехали, и говорим, либо мир сошел с ума, либо мы сумасшедшие. Потому что, как раз, Оксана тоже рассказывала про корейских вот этих своих идолов, или айдолов, как они. И то есть, они, если идут в публичную какую-то такую профессию, то есть, они не имеют права вообще на личную жизнь. То есть, не дай бог, их там увидели, допустим, с какой-нибудь девушкой, или девушку, там, артистку увидели с каким-нибудь парнем, или еще что-то, их там тут же изгоняют из общества. А если, не дай бог, они где-то там были, одна девушка проходила рядом со стриптиз-клубом, рядом. Китайская. Китайская. И ее вообще просто убрали из всех чатов, все. Ну, теперь она персоном, но он град. То есть, я говорю, а... А я еще про группу расскажу. Там одна девчонка с одной группой корейской, но тоже выступала она где-то, у нее шоу-концерт, ну, не помню, в какой стране, не в Корее, по-моему. И двух- или трехчасовой концерт, и она сделала какое-то движение, ну, типа сексуальное, скажем так. Ну, типа, немножко вызывающий фрагмент такого движения, но фотографии есть в сети. Ну, так она в шортиках, коротеньких. И, в общем, родители детей вызвали, в общем, полицию, с ней вели распирательство, что... Ну, полиция к ней никаких мер не... Потому что сказали, что это был очень кратковременный момент, ну, что весь концерт шел там. Ну, то есть, вообще... Нет, а вот представляете, какие законы? То есть, допустим, у нас, когда 14-летние, 13-летние подростки забивают друг друга насмерть, и ты ничего сделать не можешь, и там, который ты сделал какое-нибудь одно неверное движение, и все, и ты не... Я не говорю, что там плохо или здесь плохо, но, как бы, везде есть свои плюсы, свои минусы. В общем, зашила вот сейчас, видите, взяла крем увлажняющий какой-то другой. Я заказала на Ваутбересе, но оно еще придет. Что же, не... Вот это сразу на складе было, прям прошло мгновенно, но его сейчас мне тоже нужно настроиться, это... Чтобы постирать то, что у Ваньки там куча этих... Кофт с пятнами, у меня куча кофт с пятнами. А это вот какой-то увлажняющий крем. Не знаю, у меня в последнее время что-то какие-то высыпания стали на лице. И здесь, и здесь. Здесь, понятно, что это, скорее всего, питание, но иногда бывает и на косметику тоже. Какая-то такая аллергическая реакция. Так, ну а я... У меня сегодня такое удовольствие. Боже мой, мне не надо сейчас ничего готовить, мне просто нужно разогреть, чем-нибудь поесть. Какое счастье! Какое счастье не стоять у плиты! И то мне написал кто-то, что эти баклажаны не надо чистить. Хлеб вот этот мой любимый. Дело в том, что баклажаны, может быть, у них там в кожуре и что-то такое полезное содержится, но она обычно жесткая. Так, ну и что? В конце своего влога я всегда с вами стараюсь поделиться чем-то полезным, что для себя нашла. В свое время, слушая Светлану Драган, это астролог известный, я думаю, что... Ну, многие, наверное, на Ютубе ее слышали, видели, и на телевидении тоже иногда мелькает. Советовала к прочтению книгу «Потрясение» Евгения Савченко. Я ее что-то долго искала и нигде не могла найти, ее не было. Вот она посоветовала и как-то что-то вроде на ссылке оставляла, и не было. Это бывший губернатор, и он описал свое отношение к тому, что происходит в мире, что будет происходить в мире, свое отношение к миру. Просто если вот кто-то интересуется вот этой вот тематикой сейчас, то есть аудиокнига, я ее еще не послушала, я только-только начала слушать, «Потрясение» Евгения Савченко. Вот, а есть она, я ее еще просто нашла где-то, то есть вот она как бы тут как бы в книге находится. Ну, я так поняла, что это просто сфотографировано, что ли. Вот, это я к чему? К тому, что вот кто пытается сейчас разобраться с тем, что происходит, и кто так же не понимает, как и я вообще, для чего вот это вот постоянно, постоянно человек сколько живет, человечество, и постоянно происходят какие-то действия военного характера. И, то есть, чтобы перейти какой-то на следующий виток развития человечеству, нужно обязательно вот, чтобы где-то что-то прошло такое травмирующее, причем, ну, все помнят события, да, 41-го, 45-го года. И мне казалось, что вот нам, во всяком случае, так внушали, что это все. Ну, а сейчас то, что происходит, и только разрастается. Поэтому, вот, все внутри нас, все внутри каждого человека, и прежде чем думать о, ну, то есть я для себя вынесла, прежде чем думать о том, что где-то что-то происходит, нужно начать чисто с самого себя и задать себе вопросы, насколько, допустим, вы сами конфликтный человек, насколько вы готовы прощать другого человека, относиться с пониманием к слабостям другого человека. И, допустим, для меня это огромный урок, это волна хейта в отношении моего канала и огромного количества людей, которые стараются показать свою значимость на уровне моего канала и принятие вот этого всего. То есть сначала у меня было недоумение, потом у меня была какая-то конфликтная такая ситуация с самой собой, что, ну, как бы хотелось поругаться. Сейчас наступила такая зона безразличия, то есть мне вообще абсолютно все равно, потому что, ну, ты же не идешь ругаться с человеком, который на заборе написал дурак. Ну, то есть, как бы зачем я буду тратить, вот мне многие задают вопросы, свои нервы. В отношении кого-то у меня это абсолютно уже не занимает. Но, тем не менее, какие-то ситуации, которые происходят в мире, конечно же, они не могут. Ну, то есть, как бы это ты заботишься в первую очередь, конечно же, о своей безопасности, о безопасности своей семьи и стараешься предугадать, чем же это все закончится и каким образом это может коснуться тебя. Ну, и в то же время я понимаю, что есть Вселенная в отношении каждого человека, есть, у каждого есть определенная судьба, и мне кажется, она уже прописана сверху и беспокоиться о том, что будет, жить здесь и сейчас, именно в данном времени, ну, и стараться сохранять свое душевное спокойствие и делать непосредственно то, что касается тебя, в отношении тебя и твоей семьи. То, на что ты можешь реально повлиять, вот, дома приготовить, убраться, на работу сходить, деньги заработать, соответственно, как бы семью прокормить, так далее и тому подобное. То есть, то, на что я могу реально повлиять, на то я влияю. То, на что я не могу повлиять никоим образом, то, соответственно, стараться думать в том ключе, что, ну, в любом случае, все проходит в этом мире и обязательно это тоже все должно закончиться рано или поздно. Хотелось бы, чтобы это было раньше. Но, опять-таки, еще раз говорю, вы не можете бороться там с землетрясением, с ураганом, либо еще с чем-то. Вы можете это переждать только. Вот. Ну, а всем, как всегда, желаю я добра, удачи, позитива, нормального настроения, хорошего. И, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok